Первый тост на праздники за здоровье всех медицинских работников Кубани. Бокал с символическим вином поднимает солист музыкального театра. В Краснодаре сегодня гости со всех районов края. Врачи, медсёстры, ветераны отрасли. Лучшие из лучших. Они умеют добиваться успехов не только в своей профессии. На сцене своих же коллег удивляют музыкальными номерами. Вот сотрудники психоневрологического диспансера из Выселок. Желают, чтобы все были здоровы. А после Арию Заперетто исполняет сотрудница операционного блока. Те, кто сегодня в зале, в профессию пришли по призванию. По-другому говорят, работать невозможно. Знание навыки не самое главное. Важно, как ты относишься к людям. Врачей, которые спасли не одну жизнь, сегодня благодарили со сцены пациенты. Труд кубанских медиков оценили в этом году и на самом высоком уровне. Специалисты Краевого ожогового центра были признаны лучшими в России на церемонии премии «Призвание». Комбустеологов отметили за проведение уникальных операций. Двум пациентам после глубоких ожогов медики пересадили кожу лица одним большим лоскутом. Для Краевой клинической больницы номер один – это уже четвертая статуэтка престижной премии. Как приятно, когда мы куда-нибудь приезжаем и медики из других регионов страны слышат, что мы из Краснодара, они на нас смотрят как на иностранцев, как на инопланетян. На самом деле мы обычные кубанские ребята, просто для нас созданы хорошие условия для работы. Кубанские медики пересаживают органы, оперируют малышей в утробе матери, делают операции без наркоза, создают новые методы лечения. Еще вчера все это казалось чудом, а сегодня уже обычное дело. В прошлом году более 17 тысяч жителей Края обрели, по сути, вторую жизнь. Им были проведены уникальные и дорогостоящие операции – бесплатно. В нынешнем году администрация Края выделила на проведение такого лечения более 1 миллиарда рублей. Но к этому регион шел не один год. В здравоохранение краевые власти постоянно направляют значительные средства. Их тратят на модернизацию и строительство медицинских центров, на закупку необходимых препаратов и оборудования. И тем не менее кадры решают все. Именно поэтому Край выделяет деньги на обучение врачей и повышение квалификации в ведущих мировых клиниках, увеличивая ежегодно зарплаты. Как сказал Александр Ткачев, поздравляя медиков, стратегия в регионе остается прежней. На здоровье экономить Край не будет. Быть врачом – это профессия от Бога. Медицина, качество, высокие технологии. Мы в последние 10 лет очень много вкладывали, инвестировали. Высшие технологии, конечно, наши поселковые больницы, офисы врачей общей практики. Это то, что во многом будет являться фундаментом кубанской медицины. Мы максимально приблизим врача общей практики к человеку. Это та идеология, о которой мы говорили последние 5-7 лет. И это впервые может стать возможным. Стать абсолютно уже неотъемлемой частью жизни и медицины кубанской, и каждого человека. И на это мы потратить должны с вами в течение 3-5 лет более 5 миллиардов рублей. Тогда эта система уже будет неподавляема. Она будет лучшая в стране. Мы с вами сможем продлить уже на 2-3-5 лет подлеживания жизни людей. Вот что мы закладываем весь этот смысл перезагрузки всей медицины кубани. Вы должны это тоже понимать. И я надеюсь разделять вместе с нами. Лучших в профессии сегодня отметили и вручили медали за вклад в развитие Кубани. 14 специалистам было присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения региона». Но, безусловно, медалистов в крае намного больше. Все они просто работают, не задумываются о наградах. Надо уметь помогать людям, надо хотеть помогать людям. Потому что, невзирая на все трудности, если ты одел белый халат, то значит, надо соответствовать белому халату, иначе не стоит работать. Я слишком люблю свою специальность и считаю себя счастливым человеком, потому что, грубо говоря, зарабатываю деньги любимым делом. Евгений Вольский, Денис Перец и Денис Маскаленко, 9 канал Краснодар.